Друзья, всех приветствую, с вами Гюмелькар Барка, тут у Ротила, компания за Лангабардов. Какая серия, я не знаю. Предыдущие записывал достаточно давно, наверное, серия 3-4, может быть. Не помню, но помню то, что мы контролируем провинцию Фризия и Бельгика. Два города из трёх провинций Германия. Друзья, давайте мы сконцентрируемся на условиях победы. Давайте посмотрим. Нам нужна провинция Германия и Рицине и Норикум. И о чём это нам говорит? О том, что нам надо идти на юг в сторону Италии. Вот она провинция Рицине и Норикум. Давайте не будем допускать тех ошибок, которые мы допустили в компании за... За кого? В общем, почти во всех компаниях я допускал одну и ту же ошибку, ушёл не в том направлении. Какой у меня выработался план, пацаны? Я хочу сейчас стабилизировать ситуацию в Бельгике. Перестроить её, подкачать немного. Дальше захватить провинцию Лукдунская галя. Собственно говоря, города Лукдун. И здесь два заброшенных города. Их мы тоже должны захватить. Так как по условиям победы нам надо контролировать сколько городов? 30 поселений. Эти три города, провинция Лукдунская галя, лишними, я думаю, точно не будут. И дальше у нас начнётся Великая война. Великая война, именно Великая война против алиманов. Потому что алиманы разрослись, они контролируют Убурсис, Аргентарат, Августовинделикорум. И бог его знает, что ещё. Убурсис и Августовинделикорум это очень большие города. Аргентарат не такой большой. Город, но всё-таки неприятно. Неприятно. То есть алиманы становятся нашими такими очевидными врагами. По дипломатии у нас с ними вроде всё здорово, но отношения ухудшаются. В общем, посмотрим, ребят. С бургундами отношения ухудшаются. Не дипломатия не особо. Ладно, давайте, поехали. Кстати говоря, по деньгам 3000 за ход. Это очень неплохие бабосики. Продолжение следует... Так, мы занимаемся сейчас перестройкой провинции Бельгии. Дурак Орлорум надо перестроить в нашу культуру. Дом вождя можно отреставрировать. Так, а это здание надо снести. Стадо Коз, дом вождя, блядь. Зачем столько этих построек надо? Зачем столько этих построек? Я снесу дом вождя в Дурак Орлоруме. Гарнизон и лагерь отремонтируем. И снесем дом вождя в колонии Агриппина. Подкопим денег и дальше будем перестраиваться. Эбдана объявили мне войну. Не знаю, с чем это связано и зачем это было сделано, но... Ладно. Так. Гальский рем мы разбили. Мне нужны войска... Иборо-целителя. А у Иборо-целителя войска-то нет, я так понимаю, да? Он просто губернатор. Хотел поставить на место нашего полкана Иборо-целителя. Ну а че-то его нету... Значится так. Амбары есть. Девственный лес. Рыночные лотки. Значит, значит, значит... Мы построим... Хозяйство в колонии Агриппине. И... Священную землю. Да. И... Дурак Ордорум перестроим в германское поселение. Так, а че хотят... Кто-то на меня напал. Эбданы, блядь. Давайте попробуем все-таки сейчас колонизировать одно из поселений. Ратамаг. Так, в Германии будет восстание. Восстание будет в Аргентарате. Сука, везде какие-то восстания. Ладно, перекинем... Ульрика. В сторону Туллифулда. Придется туда взять... Кавалерию. Ну, ладно, посмотрим. Пока сидим в Ратамагии. Восстанавливаем численность войска. Дальше посмотрим, че делаем. По технологиям... Че я исследую. Стандартизация снаряжения. Так, а что у меня тут по религии? Так, а что у меня тут по религии? Так, меня объявили войну Франки? Франки, Франки, Франки. Зачем они это сделали? ситуация складывается таким образом что мне сейчас нужно будет держать большие гарнизоны в прибрежных городах блин как же я не хочу еще больше тратиться на армию вот просто честно не хочу но судя по всему придется потому что ситуация не особо обнадеживает пацаны приходится везде усиливать свои войска свое военное присутствие так торговлю где-то воюю с септиманами с франками и эбданами надо постараться по максимуму замириться так отказываются окей тогда ближайшая цель это франки это провинция верхняя британия можно обрушиться на ландине мука молодон не выбить я думал от франков мы наши континентальные владения обезопасим но блять британия такой гадюшник что достаточно сюда просто влезть и дальше начнется всякая шляпа всякое непотребство так что хрен его знает но можем по суше туда перебраться мне кажется сейчас установим войска и в принципе посмотрим заберем лагдуни кому ладун и предложим мир возможно они согласятся хрен его знает а пока давайте ротто мак перестроим в германский город заканчиваем ход так в германии ребелов разбили хорошо что же можно тут построить а давайте мастерскую ремесленника бахнем вот отдадим народу технологии следуем воинской обязанной закрою сейчас второй левел военных технологий так что тут у нас воинской надо направить флев морской такой приграничный город туда могут в принципе нагрянуть гости а нам бы этого не хотелось почему то мне кажется что нужно также войска отправлять в колонию агриппина из августа треверорума таки поступим на колонизацию не хватает денег болейн давайте дадим им пинка на колонизацию не хватает на колонизацию не хватает Что-то по доходу у нас все очень хреново. И везде низкие общественные порядки, которые стремятся к ухудшению. Так, пора убивать ребелов. Все. Бергику мы очистили от восстаний. В Германии есть поползновения на недовольство. Я сейчас построю чертоги вождя, они дают общественный порядок. Это классно. Так, во Фризии все стабилизировалось. В Бельгике надо построить рыночные лотки и нанять агентов соглядатых. Кстати говоря... А, у меня нет денег, чтобы назначать, да, на должности. Ладно. На следующий ходик назначим. В Германии будет очередное восстание. Ну и... Как говорится, нам не привыкать. Что я сейчас хочу сделать, ребята? Вот этих парней можно было бы уничтожить. Так, остготы. Пошли на-зу-и. Бля, ну неужели это была такая фатальная ошибка, сука? Скорее всего, это была фатальная ошибка. Я плюс случайно вступил в битву. Без кавалерии тут будет тяжко. Без кавалерии тут будет тяжко. Без кавалерии там. Без кавалерии. Без кавалерии. Без кавалерии тут будет тяжкая. В принципе, можно, мол, спокойно побеждать. Эх, ладно. Ну, в принципе, в принципе, Лупфурд, вот они не возьмут. Ну что, в Лупфурде есть гарнизон, лучники, кавалерия, пехота, ген... Блядь, генерал потрёпанный, конечно. Да, ненормально должно быть. Должно быть нормально. Я, наверное, уйду в дурак Ордору из Ротамага. Чтобы через пару ходиков ударить по Лондиниуму. Давайте сразу высадимся тогда в Британии. На Лондиниум и Камаладум пустые. Давайте за Августа Тревероруму идём в Дурак Ордорум. Надо подавить мятеж. Натяжников пока просто отогнали. Заканчиваем пока что ходик. Я не знаю, есть смысл сюда подтягивать подкрепления какие-то. Просто наймем войска. Я думаю, этого будет достаточно. Что скажут Франки? После моего появления возле их столицы по-прежнему они хотят мириться. Ну и ладно. Лондиниум достаточно интересный город. Так, смотрю, да? Ну такое. Так, осаждаем Лондиниум. Окей. Значит, подавляем восстание в Лугунской Галлии. Войска наняты. Давайте попробуем всё-таки разгромить войска Готов. И, наверное, даже по центру ударю. Хрен бы с ним. Даже если мы проиграем, главное сделать так, чтобы эта армия Готская не представляла опасности для наших владений. ПОТОПОЛЬНЫЙ ВОДЕОЛИЙ ВОДЕОЛИЮЩИЕ ПОТОПОЛЬНЫЙ ВОДЕОЛИЮЩИЕ Наши люди сломлены, они бегут. Блядь, прачников я специально подводил максимально близко, чтобы они всё это время стреляли. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Враги убили целый отряд! Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Их полководец мёртв! Победа близка! Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Ну а если честно, мне битва вообще не понравилась. Абсолютно. Но мы победили, это самое главное. И фракция Готов уничтожена. Это тоже не может не радовать, пацаны. Давайте-ка мы распустим наёмников, которые очень дорогие в содержании. Зайдём в дипломатию. У нас почему-то война с маркоманами, с которыми у нас всегда были хорошие отношения. Основные отношения. Все, ладно, с маркоманами я замирился. Юты контролируют почти... Почти всю Британию. Отказывается от торговли Ют. Ну ладно. Посмотрим, что из этого всего получится. На этом пока что всё. Всем большое спасибо. С вами был Гимель Карбарко. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok